И вот, что, какие у вас мысли на этот счет? Чего мы должны держаться? Мы должны держаться, вот, мнение? Или мы должны все-таки идти, вот, путем каким-то вот этим сокровенным с Богом? Павел пишет, что если бы он до сих пор угождал человеком, то не был бы рабом Христовым. О! И вот то, что ты сейчас сказал, что мы боимся привести друзей, потому что они увидят там непонятные какие-то там проявления славы Божьей. Ша-шабаш! Ша-шабаш, вообще скажем. То есть, ну, вот, то, что происходит на Росконцерте, да, поклонение, это вот, это нормально, а вот то, что в церкви, ненормально. На самом деле, вот, в православии, в католицизме хор, который поет, он обычно отделен от зала, в котором находятся прихожане, чтобы создавалось понимание такого, что есть Божье присутствие, что это ангелы небесные поют, где-то там, вот, на хорах, где-то, где их не видно, да, орган обязательно, что-то такое, что стекает сверху. А уже люди, которые находятся в самом зале, они молятся, они поклоняются, как могут. Но вот почему-то в протестантских церквях у нас стоит хор прямо на сцене, все там поклоняются и поклоняются в духе, значит, реально вот стоишь в церквях, смотришь, ну, реально тебя вводят в присутствие Божье, а зал как бы сопротивляется. Нет, подождите, мы не такие, мы вот, ну, давайте как-то по-приличному, давайте как-то вот, а иногда смотришь на люди... Мы не с ними. А почему-то те, кто действительно поклоняются в духе, они куда-то уходят назад, становятся на колени, некоторые ложатся на пол, плачут и возносят руки к небу, и их никто не видит. Вот, и все думают, что вот эти, которые впереди, они нормальные, а те, которые сзади, они, ну, чуть-чуть чудаковатые, да. Но на самом деле, мы же поклоняемся в духе. То есть вот если дух нас сейчас ведет упасть на колени, ведь вот дальше, опять же, 94-й псалом, припадем на колено, там написано, почему мы должны обязательно стоять, почему мы должны обязательно сидеть, почему мы должны... Вот тебя дух ведет поклоняться так, как ты хочешь сейчас поклоняться своему, твоему Богу, который тебя спас от гиены огненной, который умер за тебя, когда ты был еще грешником, почему нужно стесняться? Ну, патриархи вообще еще падали на лицо. Почему нужно стесняться этого? Это ведь нигде не написано в Библии, что мы должны стесняться. Мы должны... Библия, наоборот, говорит, не стесняйся, да? Да. Мы должны просто прийти в присутствие Божьего, моего Бога. Я пришел в церковь для того, чтобы угодить человеком, потому что если я угождаю человеком, я не стану рабом Христовым. Почему Давид разделся? Нагота всегда была признаком рабства. И он разделся, потому что он принес всего себя в угоду Богу своему. Без остатка, да? Да, без остатка. То есть ему нечего стесняться, Бог и так его знает. Он же писал, ну, по крайней мере, мы знаем, что не он писал, но, по крайней мере, мы знаем, что в Псалмах написано, что это он соткал его в утробе матери, и он видел образование его, да, в очреве матери ему. Чему ему еще стесняться? Он пришел и говорит, вот я такой, как есть, пошли меня туда, куда ты хочешь, чтобы я пошел. Я буду славить тебя таким, какой я есть, вот вся моя плоть, все, что во мне будет ради тебя. И здесь нет места угождения человеку. Если меня сейчас ведет поклонение поднять руки, я буду поднимать руки. Не ведет меня поклонение поднимать руки, я не буду их поднимать, но я поклоняюсь внутри себя в духе. Дух, он внутри меня есть. И я веду это поклонение так, как мне сейчас дух говорит. Не надо никого стесняться, это неправильно, это не по Библии, это не по Божьему, это даже не по духовному получается. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Хорошо кажется, да.